Производство CIP Animation и Синегрупп Продюсеры Бруно Бьянки и Даниэль Марло Режиссёр Бруно Бьянки Авторы идеи Фабриза Кастиль и Бертран Виктор Семейка Тофу Мудная лихорадка автора сценария Фабриза Кастиль и Бертран Виктор Видеть в цветущей весне Итак, с вами звезда 70-х Рокфлауэр Приготовьтесь, друзья Ох! Кто был гроб? Кто был гроб? И я снова неба! Удар поджиг! Мой разум побудился Привет, Филл! Привет, Чичи! Я плохо тебя слышу! Откуда ты звонишь? Со своего нового сотового телефона Я сам собрал Я сделал это втайне от родителей Что? У тебя особенная антенна? В трубке жуткий треск! А? Угу А теперь? Лучше? Отлично! Не двигайся! Что? Завтра будет петь Рокфлауэр Хочешь пойти? Подними руку и перестань дергаться Я не дергаюсь, я дышу Боба, я стою здесь уже два часа Слишком Длинная примерка Совсем не длинно Чуть ниже колена Ладно, увидимся у тебя Спи, малыш Мой малыш, засыпай Спи, малыш Мой малыш, засыпай Если подумать Дети растут совсем не так быстро Как все говорят Плюс раннего утра Напомнит, что всегда Мой дорогой, сколько тебе было лет Когда ты перестал играть со своим медвежонком? Теряешь что-то ты Теряешь что-то Теряешь что-то ты Бездельник раннего утра Забудь о своей песне Наш Чичи странный мальчик В игрушки он играет Игрушки, игрушки Это то, что мне нужно Спасибо, моя бабочка И вот уже не помнишь ты Где старые игрушки Пора медитировать У меня все чешется Ну, разумеется Это ведь чистая шерсть Не суй свой нос Не в свои дела Привет, Билли Тоже идешь на концерт Да, но вам не повезло Я купил последние два билета Вот Второй для твоего лучшего друга Да, Билли Ну, конечно Второй билет для девчонки И с кем же ты идешь? Рассказывай Ну, быстрей Извините, ребята Это секрет Ладно Если доедете До торгового центра Раньше меня Я вам скажу Кого пригласили Есть! Да, да Дороги! 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 Эй! Эй, тротуар Общественная собственность Извините, мистер Флауэр Я их не заметил Рок Флауэр! Рок Флауэр! Я каждый раз Хожу с ума Когда слышу Ваши пения Вы не могли бы Достать для нас Билеты на ваш концерт? Не будет Ни билетов Ни концерта Посмотрите Что вы сделали С гитарой Мистера Флауэра На чем он теперь Будет играть? Думаю Вашим родителям Придется ответить На этот вопрос Может мы обойдемся Без родителей? Успокойтесь, ребята Надо просто Починить эту штуку Главное Сделать это Побыстрее Я знаю Где достать вам Новую гитару Мистер Флауэр И не забудь Выкинуть мусор О, Господи Вот это я называю Особой улыбкой Уверена Он пригласит меня На концерт Стойте Я не могу идти В этой половой тряпке Отличная идея Надеть новое платье Тебе очень идут Эти цвета Скажите Вы случайно Не видели мои гитары? Я думаю Что в такой солнечный день Это будет выглядеть Вульгарно Ты со мной согласен, папа? Помоги Я сейчас взорвусь Да твое платье Настоящий динамит Так что с моей гитарой? Вы не видели ее? А? Да Ох Эта гитара Хранит множество воспоминаний Ты случайно не видел ее, сынок Должно быть, ее украл хабаб Чтобы ты не пел То был гром среди ясного неба Удар под дым Если твой папа узнает, что ты сделал с его гитарой Да успокойся ты Крути педали Мой раном помутился Когда увидел я ее Ух ты Какой звук Рок просто выпрыгнет из своих носков Четыре и птиц Четыре и птиц Почему на меня все так смотрят? Потому что ты самая симпатичная девушка в городе Пока Привет, Билли Эй, Билли, это я О, Лола Я не узнал тебя в этом платье. Билли, я слышала, ты идёшь на концерт сегодня. Ты хотела бы пойти? Я с удовольствием. Вот только надеть мне нечего. Может быть, Лола одолжит мне своё сногсшибательное платье, прежде чем выбросит его в мусор. Да, и тебя вместе с ним. Эй, вернись, она же пошутила. Ради Бога, кто-нибудь, найдите его гитару! Только не говори, что плачешь из-за концерта, Лола. У тебя ещё будет возможность услышать, как поёт этот флок-паудр. Не флок-паудр, а рок-флауэр. Да, рок-флауэр. Он ещё поёт. Ты ничего от меня не скрываешь? Конечно, нет. Этот концерт действительно так много для тебя значит. Ну, да. Тогда ты попадёшь на него. Что ты сделаешь? По званию року-флауэру. Ты его знаешь? Я знала рока в другой жизни давно. В 69-м. Это было на Большом рок-фестивале. Тогда карьера рока только начиналась. Разум побудился, когда увидел я её. Мой разум побудился. Достаточно было одного взгляда. О-о-о-о-о. Мой разум побудился. О-о-о-о. Хочешь пойти по жизни вместе, а? О-о-о. Ро-о. Я никогда не видел девушки красивее. Ммэ. И что было дальше? Ничего, моя дорогая. Иначе бы тебя не было. Рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок. Сюда нельзя. Говорю вам, я его бывшая возлюбленная. А? Зоза! Ты совершенно не изменилась! Давай не будем сходить с ума. Удивительно, как твоя младшая сестрёнка похожа на тебя. Перестань, рок-рок. Это Лола, моя внучка. Она поёт так же хорошо, как и ты. Помнишь, чем мы жили во время рок-фестиваля? А-а-а. Ты пела на сцене? Потрясающе! Расскажи. Э-э-э. Рок, иди. Зрители уже заждались тебя. Рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок-рок. Ты пришла. Я рад, что тебе удалось достать билет. Моя бабушка и Рок – близкие друзья. А ты настоящая лгунья. Ура! 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 Для начала я спою песню из моего давнего прошлого. Был гром среди ясного неба Удар воды Мой разум погутился Когда увидел я её Мой разум погутился Когда Вы только послушайте, её ждёт большое будущее Она унаследовала твой чудесный голос, мамуля Отлично, похоже, рок унаследовала мою гитару Эй, подождите, это же моя гитара Но я ему покажу Нет, папа, это моя вина Ты сердишься? Ну, конечно, нет, сынок Благодаря тебе моя гитара испытала свои лучшие мгновения Мой разум погутился Когда увидел я её Я пишу вам, чтобы выразить протест против юношеских гонок на самодельных автомобилях Которые должны состояться в Бойвилледже в воскресенье Точка Мы уверены, что эти машины загрязняют воздух и создают много шума Точка Прочитай, пожалуйста Ребят, придурок Эти гонки полны безобразия Если ты их не отменишь, я забросаю тебя гнилыми помидорами Точка Вот Мама, но я же не это сказала Знаю Но так более убедительно По-моему Мама Оскорбление оружие слабых Давай сначала Уважаемый господин мэр Запятая Лола Я участвую в гонках О, мама и папа будут рады Я их уговорю Правило требует, чтобы участникам было не больше шестнадцати А команда должна быть смешанной И ты бы не хотел участвовать Ты не отвечай, пока не увидишь машину, которую я построил На трёх скейбордах с двигателем от газона косилки Заранее благодарю вас Запятая Экологически ваша Запятая Миссис Тофу Всё Чётко, но вежливо Агрессия вызывает лишь ответную агрессию Я раздобыл маршрут гонок Она проходит прямо за нашим домом Уровень окиси углерода будет в двадцать раз выше, чем обычно Поэтому мы и пишем письмо мэру Хорошо Я подпишу конверт Придурку, который называет себя нашим мэром Обтекаемый алюминиевый корпус Ультралёгкий, ультрапрочный Красные пластиковые сиденья Остановись, Чичи Я не сильна в механике Не увлекаюсь машинами или гонками И я не хочу расстраивать маму и папу Чи-чи Ты должен подписать письмо протеста против гонок Да, конечно, сейчас Спасибо, моя ячменная зернышко А ты случайно не гоночную машину строишь, а? Да Но она совершенно экологична Работает на природном топливе Я использую старые подшипники А сиденья и корпус будут сделаны из экологических материалов Машина в стиле тофу Правда, пап? Которая победит в гонках И еще выше поднимет знамя нашего дела Машина в стиле тофу? Ну как же наше письмо? Дела всегда говорят громче, чем письма, дорогая А корпус машины можно сделать из бамбука Бамбуковый? Корпус? Да Легкий, красивый И экологичный Я знаю, из чего сделать топливо Это было где-то здесь Да-да, мое вино от стекловицы Та штука, которая воспламеняется, когда ты наливаешь ее в стакан? Да На ней может работать ракета Не то что машина И последний, мой зеленый горошек Не забывай регулярно давить на эту кнопку Чтобы удалять незагрязняющие воздух газы Готов? Три Два Один Старт! О, незагрязняющий воздух газы, Чичи! Есть! Два часа сорок семь минут и пятнадцать секунд Это в миллион раз дольше, чем нужно Боюсь, надо мной будут смеяться все мои друзья. Нет, мы не можем сдаваться. Корпус отличный, двигатель идеальный. Проблема только в топливе. Что ты имеешь против моего топлива? Оно засоряет двигатель, Буба. Нужно что-нибудь более натуральное. Эти гонки начинают действовать мне на нервы. Вся семья просто с ума сошла. Да, я жду их нетерпением. Мы со Стивом построили очень стильную машину. Итальянский дизайн. Стильная или нет, по-моему, это идиотизм. Ездить по кругу только для того, чтобы выигрывать какой-то трофей. Привет, Лола. Не хочешь войти в мою команду и поучаствовать в воскресных гонках? Я? С удовольствием. Да, хорошо, я люблю гонки. Самодельные автомобили, ну, эти штуки с четырьмя колесами и двигателем. Я заеду за тобой сегодня днем. Так, ферментированный навоз, отличное топливо. Ты почувствуешь разницу? Это будет нетрудно. Три, два, один, торт! Попробую отгадать. Выгуливаешь руль, да? Ты вдруг заинтересовался машинами, да? Да, Тимми, которые ездят. Ваша ржавая карта еще не победила. 17 минут 20 секунд! Да, но я шел пешком. А где машина? Рассыпалась на третьем повороте. Пальмы не держатся. Похоже, нам нужны свежие идеи для двигателя. Я знаю. И, Том, я объясню тебе. Осталось менее трех минут до начала гонок. Это волнующее событие придумал наш мэр. На стартовой линии мой фантастический сын Билли Хабаб, которого спонсирует не менее фантастический Бургер Пелес. Рядом с ним гонщик, который, похоже, жаждет победы. Крис и его штурман Шари. Затем идут Фил и Эприл. На ныне и, наконец, Чичи Тофу. На своей весьма оригинальной машинке. Прошу прощения, будущий избиратель, но по нашим правилам в вашей команде должна быть особо женского пола. А вот она, ее зовут Сьюзи. Ну, это же коза. Да, ну и что? Ну, что ж, ладно. Естественная форма, чистое топливо. Наша машина, само совершенство. Наш мэр необычный дурак. Мама. Извините. Гонка началась. Лидирует Билли. А для зоомобиля Тофу соревнования, похоже, закончились. Всегда было трудно соединить механиков и животных. Чистое топливо, чистый воздух. Давай, Чичи, покажи глаз. Похоже, удача повернулась лицом к аутсайдерам. Какой ожидачный ход. Крис. Приятного аппетита, Чичи. Нет! Ах, уж это ж рис. Керли. Сейчас не время для этого. Смотри, если не вернёшься в колесо, я превращу тебя в пуделя. Слышишь? Мне нужен большой перец чили. Очень острый. Очень жгучий. Вот этот самый острый. Ха-ха-ха-ха-ха. Давай, Сунь, нашли на педали. И ты, Дёррик, трикни шерстью. Последний круг. Велигоябная машина Хабаба продолжает лидировать. За ней идёт зоомобиль Тофу, который старается вырваться вперёд. Чистое топливо, максимальная скорость. Чичи победит. Тип-тиби-дот, тип-тиби-дот. Ха-ха-ха. Ха-ха, есть. Конец этих гонок пойдёт в историю. Сомневаюсь, что ты закончишь гонку, когда проглотишь это. До финиша осталось лишь несколько метров. Ха-ха-ха-ха. Кажется, у педуха на машине Тофу какие-то проблемы. Охо-хо-хо. Вот это я называю тревогой ожидания. Для определения победителя нам придётся воспользоваться фотофинишом. Ура! Поздравляю, Чичи! Ха-ха-ха. Как несправедливо бывает жизнь. Так уж вышло. Но машина Тофу оказалась впереди на полколеса. Хотя автомобиль Хабаба выступил блестяще. А спонсировал его не менее блестящий Бургер Палас. Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok